итак приветствую всех кто посетил мой канал кто включил это видео сегодня мы с вами немножко поиграем в игрушку такую как омси 2 симулятор в определенных кругах это довольно известный симулятор это симулятор водителя автобуса реализован в принципе ну я считаю его в принципе самым лучшим из симуляторов водитель автобуса почему потому что ну такой вот он как бы содержит множество модификации это различные карты это различные у кого-нибудь подвижной состав скажем так этой машины разные общем ну естественно что немаловажно это возможность внести какой-нибудь свой вклад в эту игру создать самому модификацию в общем о достоинствах недостатках игры говорить будем как-нибудь может быть попозже сегодня же перейдем сразу к делу без лишнего без лишних слов рассматриваем сегодня mercedes sprinter 312d 412d был выпущен он если не ошибаюсь в прошлом году в 2016 сразу произвел скажем так хорошее впечатление ввиду того что был едва ли не единственной качественной маршруткой в этом симуляторе потому что на тот момент симулятор испытывал наверное жуткий дефицит маршруток равно как и сейчас пожалуй хотя может что-то уже появилось но sprinter в принципе считается самой лучшей маршруткой пока в этом симуляторе и так запущена вот это вот загружена штатная версия то есть вот она в оригинале такая какая шла от автора особо долго ее рассматривать не будем ввиду того что на ю тубе и так по моему полно видеороликов которые позволяют в которых скажем так люди уже смотрели на этот спринтер рассказывали о всех его недостатках о всех его качествах положительных не вижу честно говоря смысла продолжать все то же самое скажу только что был тут и съемный колхоз допустим тот же и можно было и таблички повесить и все на свете и шторки тут задергиваются отдергиваются в общем все тут замечательно акцентировать внимание буду только на некоторых вещах почему поймем немножко позже ну или из названия видеоролика будет и так понятно собственно по салону допустим сидения ну мягко говоря не не очень-то и привлекательные как по мне то есть для модели но в принципе она роли не играет возможно то есть она находится как бы грубо говоря на уровне очень даже неплохо для штатной модели то есть это сидение как я понимаю городского явно городского mercedes это ни разу не пригород очень не хотелось бы конечно на пригороде на пригороде так вот собственно ездить с таким салоном в то же время в реальной жизни опять-таки такая штучка есть почему потому что ну вот у меня допустим городе эти mercedes ездят да они с подобным салоном но катаются но по городу межгород уже идет немножко другой дальше переходим к водительскому месту значит это тоже немножко под нахимичил чуть-чуть включаем питание массу и заводим двигателя сегодня замечательные стекла запотевают и солнцезащитные козырьки есть и даже несколько положений вот этой вот кнопочки салона извини света в водительском месте то есть вот второе положение когда дверка открывается это штука загорается отдельный момент сейчас она закончится с ее жужжанием отдельный очень даже неприятный момент который наверное не устраивает не только меня я загрешу который наверное не устраивает не только меня но и пожалуй всех кто играл в собственно ездил на этой машине это звук сдвижной двери вот стандартный он вот такой это открыт на открытие а это на закрытие я я конечно безумно счастлив что дверь нам поют каждый раз какие-то загадочные песенки когда мы ее открываем и закрываем но во первых во первых да это ни в коем случае не замечание автору но сделал как сделал как бы его личное дело тут не поспоришь захотелось автору тогда и пусть ради бога во первых никогда не слышал это в жизни подобного звука ну может конечно кто-то эксплуатирует до такой степени что она там работает без маски и все в ней в жизни прекрасно может быть она конечно так и звучит но в жизни не встречал и во-вторых ну блин как там и даже вообще не вписывается не знаю ну прям неважно так попробуем завести опять-таки еще раз тронемся чуть-чуть чуть-чуть проведем тут по парковке ой 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 не понесет мне не понесет мне не понесет припаркуюсь возможно надеюсь я ничего не зацепил так ну собственно все мы вроде как посмотрели из салон и внешний вид замечательный вообще соответствует оригиналу здесь даже спорить не приходится но динамические характеристики как бы у нас особо пока не интересуют чуть чуть попозже них так ну собственно пожалуй все с этим мерседесом все видно на это 412 модификация 312 идет вот здесь вот не испаренные колеса одиночные ну и плюс есть еще модификации не со сдвижной дверью а когда пассажиры будут входить через а вот эту вот переднюю дверь уверен у кого в городе есть тоже mercedes спринтера видели и такие модификации с этим все понятно удалим а хотя ладно сейчас я заново попробую добавить этот штатный спринтер я его куда-нибудь час отгоню просто вот в другом окрасе например он замечательно выглядит сейчас мы его куда-нибудь отгоним чуть-чуть а мы его спереди наверно поставим посмотрим не знаю как у меня компьютер на это отреагирует на то что загрузится несколько машин ну надеюсь довольно положительно так ну в общем как поставил так поставил теперь перейдем к следующему мерседесу вернее к этому же мерседесу но уже немножко измененному почему немножко потому что естественно не не все я менял сделан этот спринтер был вернее эта модификация была сделана исключительно мной мы перейдем наверно к осмотру сразу меньше разговора больше дело во первых первое что бросается в глаза это не самая удачная раскраска которую я выбрал это была пробная раскраска когда-то я так вот баловался можно red допустим взять красную продаю давно уже не загружал не помню но более-менее как то как как то так так во первых сразу что бросается в глаза это стекла панорамные или же вклеенные кто их как называет дабы избежать негативных комментариев соответственно того что это не панорамные стекла это вклеенные скажу что называет их кто как хочет все первое что бросается в глаза все остальное по внешнему виду по моему все да ну и сзади тоже эти стекла сделаны наклеечка какая-то там допустим полка отсюда сразу же видно то есть колхоз немножечко иначе лежит делал я этот спринтер довольно давно наверное полгода назад так номера у нас разные да ладно ладно хорошо так по внешнему виду но почти все потом скажу почему теперь по салону салон у нас на глухо тонированный блин как это исправить пока к сожалению без понятия почему-то да вот внешне она конечно выглядит изумительно все там салоне ничего не видно все замечательно а вот из салона хотелось бы хоть что-то чтобы было видно конечно хоть что-то но видно но так еле-еле ладно неважно есть еще полки есть еще телевизор освещение совершенно другое то есть вот здесь вот плафоны были в стандартном спринтере они убраны и перенесены вот на отдельные такие стоечки дальше абсолютно новые сидения тоже разработанные с нуля это не с какого-нибудь автобуса сняты дальше подлокотники подлокотники все двигаются абсолютно то есть ну вот в таком они пока я мышкой двигаю они движутся вот так абсолютно все абсолютно везде вот ступенечки подиум так называемый общее число посадочных мест увеличилась на одно ввиду того что вот это вот место добавилось но опять-таки полки но вроде как больше тут ничего и нету и телевизор такое попробуем зажечь свет в салоне такой холодный белый меняется текстура я помню с ней тоже очень мучился да вот так как-то как-то так дверка все осталось то же самое так ну на всякий случай если кто не верит что дверка шевелится с тонировкой все работает опять-таки звуки сдвижной двери тоже меняем сразу же моментально потому что это невыносимо ну я чуть позже дам послушать какие-то себя почему значит на открытие и на закрытие хотят тоже их подкорректировать следовало бы они немножко не сходятся не совпадает дальше следующее переходим к водительскому месту абсолютно все то же самое ничего не трогал на водительском месте почти вот это вот полка добавилась полка и самое интересное что на ней есть это вот эти вот замечательные штучки 1 и 2 переходим обратно смотрим это вот эти вот дефлекторы на окошках на двух этих окнах хотя с этим дефлектором чуть какие-то косяки оказывается ладно надо будет тоже кстати это изменить так все работает все через них видно почти вот так вот ну естественно снимаются так я не дотянусь но есть для этого горячая клавиша все ставим обратно что-то еще вроде какие-то изменения были помню так так сразу не припомню вроде бы все вот такой вот спринтер получился как по мне довольно интересный а ну из таких изменений еще возможно стоит отметить что я немножечко переписывал паскод что это такое это собственно так как будут размещаться пассажиры в салоне во время движения по маршруту в стандартном спринтере возможность перевозить стоячих пассажиров было в этом я его ее исключил потому что старался сделать данный спринтер под межгород то есть подобные сидения вот эти вот полки пассажирские не знают тонировка тоже ну в тонировка принципе не особо то влияет телевизор скажем так то есть все заточено по то чтобы этот спринтер эксплуатировался нами пригородных или между междугородных паршютах да собственно как вывод только сидячие пассажиры сейчас мы подгоним к тому спринтеру ну вот разница на лицо ну я удалю эту штучечку разница на лицо внешний вид конечно чуть-чуть поменялся из-за того что ну что тут только стекла разве что вот ну так конструктивно и салон выглядит немножечко иначе что весьма приятно это тоже на любителя кому-то может симпатичнее больше городская версия вот но ввиду опять-таки дефицита у нас в омсе городного междугороднего подвижного состава это сейчас уже как бы появились там сетры какие-то триста тринадцатые триста семнадцатый тот же man известный автобус пригородный в дверь не межгород туристический даже скорее вот они еще как-то более-менее а до этого только городские автобусы какие-то не знаю лазы лиазы пазики все что угодно причем не всегда самого хорошего качества вот и на фоне этого конечно захотелось сделать именно пригородную маршрутку ну как то так немножко с обзором на этом на закончим в принципе показывать больше нечего в следующем выпуске на аннотацию кликаем можем посмотреть как этот спринтер ведет себя на трассе ну собственно так же как и стандартный там ничего не менялось вроде бы я не помню может что менял кому нет вот но ведет себя на трассе собственно как стандартный возможно о чем-то еще вам расскажу возможно это будет просто молчаливая поездка несколько аннотаций на экране выбирайте какая нравится можете посмотреть как как он себя ведет но и заодно как я себя веду как водитель большое спасибо всем за просмотр хорошего дня вам вечера ночи всем спасибо всем пока